Рассмотрим пример построения сетки в генераторе MeshCast. Геометрию отливки я импортировал в формате Parasolid из моей CAD-системы. Итак, открываем MeshCast и импортируем геометрию. Сразу, на что необходимо обратить внимание, это единицы измерения, неинформации. Здесь дюймы. Если нас это не устраивает, мы можем изменить их. Например, в мере миллиметра. При этом MeshCast закроется, геометрия будет сохранена в формате GMRST. Проверяем геометрию на ошибки. Раз ошибок нет, значит можно перейти к построению поверхностной сетки. Я задаю размер ячейки и строю поверхностную сетку. Получилась вот такая сетка. Теперь проверяю, все ли поверхностей построены. То есть вот эти поверхности имеют ошибки, из-за чего сетка не строится. Ну, вот здесь четко видно разрыв поверхности. Например, посмотрим вот эту поверхность. Если выделим линию и определим. Это 416 поверхность. И она в этом месте не замкнута. Надо замкнуть линию. Сделать это можно двумя способами. Первым. Соединив подчередно все линии. При помощи инструмента Connect. При этом же сначала надо выделить линию, которую присоединяем, а потом линию, к которой присоединяем. Второй способ это объединение точек углов. То есть выделяем две линии угла и нажимаем Merge Points. Аналогично здесь. Возвращаемся. Возвращаемся к общему виду и снова строим сетку. Только убираем мою поверхность. В окне ввода. Снова проверяем. Все ошибки исправлены. В общем-то поверхность на сетку уже готова. Но ее можно оптимизировать. Скажем, увеличив размер ячейки на прибылях. Чтобы уменьшить количество элементов в сетке. И тем самым простите нам задачу расчета. Для этого создаем новый набор линий и уделяем нашу прибыль. И ставим. И ставим. И ставим. И ставим. И ставим. Сохраняем набор уровня и задаем больший размер ачейки скажем 30 миллиметров и снова создаем, устроим сетку. Так же можно и со вторыми приборями, задав немножко меньше размер ачейки, новый набор линий, выделяем лимон. Продолжение следует... И в сторону. Сохраним и встроим сетку. Вот таким образом. Проектная сетка готова. Можно посмотреть также критичные места в сетке. Это острые углы в треугольниках, которые могут создать помехи при расчете. Переходим к этапу построения объемной сетки. Перед этим можно исправить автоматически наши ошибки. Ошибок нет. И проверяем обязательно пресечение в треугольниках. Пресечения тоже нет. Значит можно строить объемную сетку. Нажимаем кнопку Generate Tech Mesh. Вот готовая сетка в формате Mesh. Не один элемент, самоотливка. Количество элементов 745 тысяч. Достаточно небольшая сетка. Такую сетку можно использовать для теплового расчета с виртуальной формы. Что мы ее рассмотрим в наших следующих примерах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА